Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, недельная глава Ваэт Ханан рассказывает нам о зрении. Есть зрение физическое, есть духовное. Была такая просьба Маше, и звучала она так, это дай же мне перейти Иордан, и увижу я эту страну, по ту сторону Иордана, прекрасную гору и Ливанон. Раши объясняет, что под словом прекрасная гора подразумевается Иерусалим, а Ливанон это Иерусалимский храм. Такой комментарий вызывает недоумение, хотя Иерусалим располагается, в общем-то, на горах, но не является самым высоким местом в округе. И можно предположить под словом гора подразумевался горный район вообще, но это какое отношение к Ливану имеет, который расположен на Крайнем Севере. Ответ на этот вопрос дает нам Магараль, и говорит он следующее, Маше Рабейну, обладая невероятным духовным зрением, воспринимает окружающее не с материальной, а с вот такой внешней стороны ее, а видит духовную суть всех вещей, и излишне говорить, какое восприятие более верное. По этому поводу есть небольшая история. Однажды на шабатной трапезе у рэбе Менахима Менделла Мергенштерна, такой был известный, Равин из Коцка, небольшого городка в Польше, это такой город есть, оказался один еврей, который переехал из Парижа только что, и посетил родной город, и возмущался, однообразные черные лапсердаки, и вообще, он одет в модный был костюм, парижского котелье. Рэба его услышал, и говорит, а почему вы считаете, что Париж больше Коцка? Вы судите по количеству людей и домов, но ведь только оболочка. У Всевышнего наверху есть своя карта мира, и я уверен, что в этой карте Париж на ней обозначен маленькой такой точечкой, в то время как Коцка самая большая. Так что парижанам надо брать с нас пример, а не наоборот. Нечто подобное происходит с Машей. Он видит, как за Иорданом возносится в небо такая громадная духовная гора Иерусалима. Он видит духовность этого места, он видит великую такую какую-то гору. И материальный мир, который он умел понять, это иллюзия. Духовность это реальность. Это главное, что хотел сказать нам Маша этими словами. А те, кто видит только материю и смеются над верой, надо задуматься. Убежденность в том, что посмотрите на этот мир, такой потрясающий мир, математически точный. В вселенных все расположено равномерно, абсолютно правильно. И думать, что это случайность, это намного большая вера, чем вера в Бога. Это слепая вера. Подумайте об этом. Вообще люди боятся абсолютной веры. Там верю, там не верю. Согласно старой шутке, люди разобрали вот эти осколки разбитых скрижалей, которые Маша разбил. Одни взяли себе частичку, там взял, у него не написано. Другая, например, кради, там, не важно. Но даже если попался хороший кусочек, не столь важно, что на нем написано. Разбившиеся скрижали перестают быть скрижалями. Они становятся сувенирами. Поэтому нам надо воспринимать духовность в общем объеме, не выбирать себе, вот это я исполняю, а вот тут я не обращаю внимания. Знаете, есть такая Майса, один еврейский бизнесмен такой, пришел к раввину с вопросом. Понимаете, Рэббон, говорит, мне подвернулось одно дельце хорошее, которое сулит прямо фантастическую прибыль. Но дело в том, что, вы понимаете, есть одна проблемка. Нет, я не собираюсь там грабить, убивать, как вам объяснить. Есть разные там такие мелочи, как обойти партнера. Ну, немножко обмануть, чуть-чуть, показал руками, совсем маленький. Зато прибыль обещает быть громадная. Так что делать, Рэббе? Понимаешь, сказал Рэббе, мы сегодня как раз учили главу, где рассказывается о скрижалях завета, двух, которые получил Машер Аббейн. Так вот эти скрижали имели любопытное свойство. Буквы на них высечены таким образом, что отверстия проходили насквозь. Самое интересное, что с обратной стороны читалось не зеркально, а точно так же, как и с лицевой. И как не верти скрижали, все равно выходит, что все запрещенное остается запрещенным. С какой стороны не посмотришь. И заповедь не укради, всегда остается такой же. Вообще, надо научиться доверять небесам. У Рэббе Менахиме, того же Мендела и Скотска, был хасид, который дожил до 120 лет. Его спросили, как тебе удалось дожить до такой старости. Он сказал, знаете, мы встречаем всегда людей, которые постоянно в претензии к Богу. Почему у других больше денег, почему квартира не такая, мебель, дети, да я знаю. Такие люди считают, что наверху есть непорядок, какое-то недоразумение, которое является причиной того, что на земле что-то не так случилось. И небесный суд решает объяснить ему, что и как. Для этого надо его поднять и предстать перед судом. В материальном теле он не может там быть. Однако это невозможно сделать вот так вот. Надо что? Забрать его из этой жизни и показать. Я же постоянно оправдываю Всевышнего и доволен тем, что у меня есть. Поэтому Всевышний говорит соответствующему ангелу, оставь его в покое. Таким образом он будет, как бы, добился долголетия тем, что всегда верил в справедливость Всевышнего. Возвращаясь к материальному и духовному. В Торе часто говорится, Маше посадил на осла детей, осел, на котором ехал Авраам. Осел, материя, подождите, человек состоит из материи и духа. Материя на ивреке хомер, а домашнее животное это хомор. Так вот цель человека в этой жизни оседлать осла. То есть обуздать свою физическую природу, подчинить ее материи, духу. Это определяет жизненный путь человека. Какое отличие материальной работы от духовной? Материальная работа есть средство, способ достичь результата, награды, считающиеся весомыми в этом мире. Деньги, почет, статус, власть и так далее. Духовная работа сама по себе является наградой. И наградой навечной. Давайте займемся вот этой духовной работой, особенно в преддверии осенних праздников, когда в Рошашана будет подведен итог нашей жизни в этом году. И отпущен результат какой-то выделен на следующий. Браха ве от слаха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова